Тактику противодействия революционному сценарию сегодня обсуждали в Центре Стратегического управления Министерства обороны. Присутствовали члены Совбеза и руководство армии. Разговор с людьми в погонах насущный и принципиальный. На повестке вопрос обеспечения безопасности страны и противостояния попыткам расшатать обстановку извне. Затронул главнокомандующий и внутриполитическую ситуацию. Вы не хуже меня знаете, что происходит в стране. Потихоньку начинают или продолжают раскачивать обстановку, наше общество, добрались до трудовых коллективов. Я уже много раз говорил об этом, просто хочу в очередной раз сказать, что из этого ничего не получится. Страну мы никому не отдадим, ситуацию мы удержим. Я не хочу сказать, что есть место для кого-то благодушия, успокоенности. Нет, мы никогда не успокаивались. Вы знаете, жизнь наша такая и судьба, что мы, находясь в центре Европы, всегда должны быть готовыми вовремя ответить на любые вызовы. Что происходит вокруг? Вы, наверное, заметили, что руководители Литвы, Латвии, Польши и, к сожалению, зазвучали голоса из Украины, присоединились к ним. Выработав определенную позицию, предложили властям Беларуси некое посредничество. Когда я это услышал, я долго думал, посредничество между тем и тем. Говорят, властям Беларуси предложили, ну, наверное, нам. То есть мы будем выступать как одна из сторон. Про вторую сторону не говорят. Ну, я так понимаю, недавно же они там создали некий то ли комитет спасения, то ли правительство в изгнании. В общем, создали правительство за рубежом для Беларуси. Слушайте, у нас есть нормальное правительство, созданное по Конституции. Нам не надо никакие зарубежные правительства. Нам не надо никакие посредники. Мне кажется, что не обижая руководство этих республик, я хочу сказать, вы у себя порядок наведите. Никакое правительство не за рубежом, где бы то ни было, я подчеркиваю, нам не нужно. И управлять оно страной не будет никогда. Неужели историю не изучали? Создается впечатление, что оппоненты власти между собой не могут разобраться в этих заграничных структурах на перебой из-за рубежа, предлагая якобы наилучшие варианты для белорусов. В стране и без такой помощи хватает сил и средств, чтобы не допустить дестабилизации. Категорично Александр Лукашенко высказался об угрозах, которые звучат сегодня не только в адрес военнослужащих, правоохранителей, но и их семей. Идет давление на учителей, медиков, журналистов. Угрожают даже их родным. Такая информация поступает главнокомандующему. Это недопустимо. У власти в целом и военных в частности достаточно ресурсов, чтобы защитить людей и обеспечить безопасность страны. В последнее время активизировались наши так называемые мирные строители на семьях военнослужащих, внутренних войск ОМОНа и армии. Вот я их просто по-мужски хочу попросить. Не делайте этого. Не надо играть с огнем. Наши военные имеют достаточно ресурсов для того, чтобы защитить себя, свои семьи и обеспечить безопасность в государстве. Я как президент и главнокомандующий хочу сказать, что они, те, кто это делают, те, кто троллят сегодня, угрожают семьям, до детей дошли военнослужащие, они просто не понимают, что может произойти. Поэтому утихомирьтесь, успокойтесь. Если там есть мужики, будьте мужиками. Хотите повоевать, подраться? Пожалуйста, ну давайте мужики с мужиками. Не надо вперед выставлять девчонок и угрожать семьям. Пока прошу, не трогайте ни в чем не повинных людей. В Минобороны президенту было доложено о ситуации, которая складывается вокруг Белоруссии. Специалисты вооруженных сил констатируют наращивание военного компонента у наших западных границ. В соседней Польше развернуто учение НАТО Defender Europe под руководством США. На полигон Дравско-Поморске прибыли более 500 солдат американской кавалерии и 70 американских бронетанковых частей. А вскоре на территорию Польши будут передислоцированы до полутора тысяч военных США из Германии. В Латвии многонациональная батальонная группа НАТО под руководством Канады дислоцирована в населенном пункте Кадага. Боевая авиация Альянса располагается на аэродроме в Лейлварде. Еще у границы с Белоруссией находятся три латвийских военных полигона, которые силы НАТО используют для учений. Идет эскалация и наращивание вооруженного компонента на этих территориях. Спокойно за этим наблюдать мы, естественно, не можем. И когда рано утром я разговаривал сегодня и слушал доклад начальника генерального штаба, я заметил, что наших военных также беспокоит эта проблема. Мы об этом говорили еще в прошлом году и выработали некий алгоритм реагирования на подобные события. Поэтому я попрошу дополнительно, поскольку напряженная ситуация на западных границах, воздушно-десантную бригаду попрошу из Витебска перебросить в Гродно. Я вас очень попрошу, поблагодарю вас за то, что вы в Брестском регионе работаете и порядок там поддерживаете. Пусть в Бресте эта бригада наша десантно-штурмовая, да? Пусть она там остается и работает во взаимосвязи с пограничниками для стабилизации ситуации на Юго-Западе. Ситуацию на внешнем контуре президент сегодня обсудил и в телефонном разговоре со своим коллегой Владимиром Путиным. Союзники сообща готовы реагировать на любую внешнюю агрессию. У нас есть договор с Российской Федерацией в рамках союзного государства и организации договора о коллективной безопасности. Как раз эти моменты подходят под этот договор. Поэтому сегодня с президентом России у меня состоялся длительный обстоятельный разговор о ситуации, должен сказать, меня даже несколько удивило, абсолютно посвящен в то, что происходит. И мы с ним договорились. При первом же нашем запросе будет оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь. Еще один момент, который не может не настораживать нас. Мы также с президентом Путиным это обсуждали. Вы видите не только вот это заявление этих государств, которые находятся на западе от нас. Не только их предложения, но интересная появилась информация сегодня ночью к утру о том, что они хотят выстроить ланцух с Вильнюса до Киева. То есть цепь. Цепь неравнодушных. Мало на проспекте в Минске неравнодушных с цветочками и в цепях. Уже хотят выставить от Вильнюса до Киева и собрать туда аж более 300 тысяч человек. Поручаю Министерству обороны, Министерству внутренних дел и Комитету госбезопасности, а также Генеральному прокурору осуществить оценку категорически не допустить подобных действий. Ясно на что намекают. Я уже это проходил после распада Советского Союза, когда была попытка создания Балта-Черноморского региона. Санитарные зоны. Три балтийские государства, Беларусь, Украина, чтобы отделить Россию от запада. Ну всего бы ничего, но мы не хотим быть отхожим местом и кого-то санитарить, быть санитарным кордоном. И мы понимаем, к чему это может привести. Поэтому с президентом России договорились о том, что мы будем здесь действовать во взаимодействии. На фоне беспрецедентного давления извне и складывающейся ситуации внутри страны, принципиально важно не допустить серьезного нагнетания обстановки и обеспечить безопасность наших граждан. Если кто-то думает, что тут власть ослабела, дрожит, что президент не то сбежал, не то заболел, не то умер, как тут преподносили недавно, не дождетесь. У меня нет иных целей в настоящий момент, как сохранить независимое и стабильное государство. В Центре стратегического управления прозвучал обстоятельный доклад по всем направлениям, констатированной готовности реагировать на существующие вызовы.